добрый день дорогие друзья вы на канале мода с владаной сегодня у меня для вас головной убор вот такое произведение получилось из остатков после моей шубки которую я анонсировала в предыдущем видео шубку я покроила и скоро вас порадую новой шубкой она и мне понравилась наверное и вам понравится после шубки осталась полоса меха вот такого чудесного искусственного меха нежного розового цвета пыльной розы и так как я люблю безотходное производство вот я эту полосу к себе поприкладывала ну и так вот она и приложилась также я добавила к этому искусственному меху ангоручку вот вы видите трикотаж ангора два слоя и резиночка длиной 50 сантиметров шириной 3 сантиметра этого как раз достаточно для того чтобы она собрала весь объем полукруга на шее и также вот ее ширина нам дает возможность делать вот этот чудесный объем вот эту прекрасную форму мы можем ее выворачивать она будет смотреться манжетиком а можем подворачивать и получается вот такой красивый объем сзади в котором может разместиться прическа волосы нигде ничего не зажимает такой чудесный капюшон у меня получился объемный мягкий теплый все мне очень нравится ну и я сразу же снимаю видео для вас чтобы и вы поспешили в этом вопросе вы сейчас увидите как вот он смотрится я его снимаю с головы и он у меня красиво раскладывается на плечах вот вы видите вид сзади сняла с себя капюшон и решила вам его показать вот вы видите наша опушечка вот она прямая линия двухслойная ангорка которая по низу соединена вот такой резиночкой кулисочкой резиночка шириной 3 сантиметра она по низу проходит и мягко не грубо выкладывается на плечах на горловине держит форму и вот я сейчас свой капюшон надеваю все просто набросила и он сразу лежит также прекрасно выкладывается на груди или же наоборот поплотнее ее вот так вот завязать можно даже сформировать вот такой вот узел но очень все чудесно красиво получилось мех меня порадовал я любительница натурального меха и мы много шьем натурального меха но сегодняшние тенденции нас настраивают и направляют в сторону искусственного меха тем более что искусственный мех нас стал всех радовать он качественный он стал появляться очень даже интересный он мягкий приятный с ним удобно и легко стало работать в общем-то шьешь его как обычную ткань также его можно стирать после стирки просто слегка расчесать обычной щеткой для волос или расческой и он как новый пушистый смотрится просто порой не отличишь от натурального меха но вот в данном варианте это мех кролика очень очень приятно к нему прикасаться он пушистый легкий просто честно сказать порадовал меха появляются интересные почему бы с ними не работать в следующем видео вы увидите еще один головной убор ну а потом обещанная шубка ну вот такая интересная модель у меня получилась сейчас мы с вами на столе все подробно разберем я планирую показать вам схему и все покроить и пошить поэтому вы увидите все этапы изготовление моего чудесного капюшона также мне интересно ваше мнение как вам больше нравится или же делать более в ускоренном темпе готовое изделие и схема или же подробно все разбирать потому что одним нравится побыстрее и все сразу а другим последовательно поэтапно поэтому пишите в комментариях мне это очень интересно я конечно же люблю побыстрее все схема и готовое изделие ну а тут уже буду прислушиваться к вашему мнению но сейчас приступим пожалуйста начнем со схемы на меховую опушку мне понадобилась полоса шириной 12 сантиметров и длиной метр шестьдесят вы видите этот материал этот мех он очень приятный на ощупь основание у него такое трикотажное он достаточно мягкий податливый то есть очень хорошо его можно сшивать на бытовой машинке как обычную ткань единственная особенность и нюанс это не достаточно просто сколоть булавочками а необходимо сметать и достаточно упористо густо чтобы наша ткань во время строчки не сместилась относительно друг друга лучше хорошо сметать чем потом пороть мы сметали и проложили четко не прерываясь ровную строчку и также мне необходимо трикотажное полотно ангора но может быть и другая ткань какую вы подберете она будет в два слоя и также мягкая хорошо драпируется но и одновременно теплая вот вы видите насколько хорошо подобралась по цвету эти два материала ангоры необходимо 50 сантиметров полметра вот я сейчас вам изображу метр шестьдесят у меня ширина меха была метр шестьдесят это середина 80 сантиметров и я еще раз делю 80 на 2 у меня получается вся наша полоса разделилась на 4 кусочка по 40 сантиметров это края моей опушки они затачиваются изнутри как концы пояса а вот этот вот участок он войдет в наш трикотаж в наши два слоя это полукруг с диаметром 82 сантиметра соответственно вот 80 сантиметров готовый вид и два сантиметра по сантиметру это припуски нам необходимо два таких полукруга разместить для этого вам нужно будет приобрести отрез ткани 50 сантиметров при ширине полтора стандартная ширина тогда на этом отрезе вы будете размещать таким образом радиус 41 и с другой стороны второй наш полукруг и у вас получается экономная раскладка на 50 сантиметрах наших двух полуокружностей вот моя схема я вам сейчас продемонстрирую я заготовила уже мою опушечку выработала уголочки концы зашила изнутри вывернула и потом соединив два слоя сострочила между собой для того чтобы не было смещения в момент втачивания в наш трикотаж также я покроила два слоя трикотажного полотна и сейчас нам еще необходимо будет резиночка резиночка длиной 45 сантиметров шириной 4 сантиметра эта резинка войдет вот сюда здесь нам нужно будет прострочить кулису и ставить резинку резинка должна будет вот этот весь объем собрать на шее таким образом образуя наш капюшон на капюшоне никаких швов разрезов не будет это будет единая цельная форма в которую будет входить и украшать наша опушечка вот все просто заготовлена опушка вырезана два слоя ангоры сейчас мне нужно будет аккуратно соединить наш мех вшить между двух слоев ангоры естественно мы это все предварительно сметаем чтобы все это не съехало во время соединения и потом сделаем строчку также нужно будет пройти по нашей дуге и оставить небольшую дырочку через которую мы все это вывернем я приступаю к сметке перед тем как сметать лавочками все закрепляю так как трикотаж и мех с разной степенью растяжимости с разным коэффициентом поэтому мне необходимо все закрепить распределить зафиксировать ровненько и потом еще раз все это наметать и прострочить самое сложное здесь это вшить мех в наш трикотаж соединяю четыре слоя даже сметывать сложно потому что мех обладает практически теми же свойствами как велюр и бархат он смещает ткань ткань сам смещается поэтому тут немножко нужно повозиться происходит постоянное движение несмотря на то что вот заметала сколола и все равно оно в движении я сметала и вот что у нас получается в принципе те кто любит и предпочитает натуральный мех к примеру вот в данном случае чудесно подойдет мех норке то можно использовать две шкуры длиной 75 сантиметров и у нас как раз получится необходимая ширина полтора метра тоже будет замечательно ну и конечно же подобрать натуральную шерсть ангору что-то достойное натурального меха так сейчас мы метали мех теперь нам нужно будет одним разом одной строчкой соединить вот это все два слоя в данном случае тут уже достаточно будет просто булавочками это все сколоть чтобы у нас было все аккуратно соединено необходимо будет оставить небольшую дырочку чтобы мы через нее все выворачивали а также когда мы будем прострачивать нам вот здесь нужно будет еще с двух сторон зафиксировать нашу резиночку внутри она должна будет остаться внутри и потом мы вдоль этой резиночки будем растягивать ее и прострачивать кулису я сколола и перехожу на машинку я прошлась по нашей дуге прошлась по линии стачивания с мехом и пришила резинку это продолжение дуги вот я зафиксировала два конца резинки оставила дырочку сейчас через эту дырочку буду постепенно все выворачивать вот я достаю наш хвостик и буду потихоньку в эту дырочку здесь мы можем аккуратненько почухать расчесать мех, вот мы сейчас подчесать нам нужно на утюге прогладить этот шовчик чтобы потом было удобно сделать кулису также нам необходимо будет вручную сшить эту дырочку между собой здесь вот зашить ее аккуратненько сейчас я это все сделаю надеюсь вам мой капюшон понравился это видео сегодняшнее было познавательно для вас мне это изделие принесло удовольствие я вот сейчас в процессе наслаждения вот я должна им еще наиграться позавязывать его, почувствовать на себе можно набросить так завернуть ну вариации могут быть различные можно здесь поставить кнопочку или же какую-то брошь то есть это уже на ваши вкусы он вы видите может лежать и свободно можно его подзатянуть на разную погоду можете еще посмотреть внимательно вид сзади вот как эта форма смотрится вид сбоку вот это все можно все фалдочки регулировать резиночкой кулисочкой все это распределять раскладывать на ваши вкусы ну мне нравится более вот так вот свободно я люблю чтобы капюшон лежал и не зажимал можно его просто вот вообще не завязывать вот так вот свисают концы такого чудесного пушистого шарфика и конечно же заходя в помещение прелесть капюшона что его можно просто снять и он красиво раскладывается на плечах вот благодаря искусственному меху все это изделие этот головной убор чудесно держит форму то есть он так объемно и по-прежнему нам остается тепло нигде ничего не задувает за счет того что ткань вместе с мехом изделие хорошо сидит на голове не скользит а опушечка мягко и красиво украшает в данном случае мне понравился вот этот нежный розовый цвет припыленной розы он очень хорошо освежает и вот именно подходит к лицу хочется иногда такой нежности мягкости вот свои ощущения передаю вам и советую посмотреть на нежные розовые тона надеюсь вам понравилось мое видео ставьте пальчик вверх пишите в комментариях в каком формате подавать материал а также подписывайтесь на мой канал всего вам доброго до скорых творческих встреч пока пока